Смерть является неотъемлемой частью жизни. Но как же смерть может быть таковой, если это конец? Да, только в том случае, если смерть это конец. Но на этот счет мы не можем быть уверенными, потому что существуют такие психические явления, которые не ограничиваются пространством и временем. У вас могут быть сны или видения будущего, или подобные вещи. Только невежество способно отрицать эти факты. Карл Густав Юнг – величайший из великих. Основоположник одного из направлений глубинной психологии, а именно аналитической психологии. Сверхвеличина в академической науке. Сейчас современные ученые назвали бы его высказывание о смерти ересью и поставили бы клеймо горохового шута. Однако, если такое межпланетное светило утверждает, что смерти сознания не существует, то, видимо, либо на личном опыте, либо благодаря неким исследованиям он узнал нечто, что дает ему возможность не просто верить, а знать. Лично мне этого недостаточно, чтобы просто поверить. Давайте послушаем современного ученого. Но думаю, для такого человека, как вы, который верит в то, что в конце свет выключается по щелчку и все, думаю, было бы приятно хотя бы немного ощутить что-то такое. Да, да. А ты не считаешь, что свет просто выключается и все? Я не знаю. Не знаю. У меня были откровенные психоделические видения, которые заставляли задуматься о том, в чем природа мысли, что есть сознание, и может ли оно куда-то перейти. Мне тоже интересен вопрос сознания, но очевидно, что оно связано с мозгом, а мозг имеет свойство разлагаться. На твоем месте я бы не слишком надеялся на что-либо. Ричард Докинс – ученый, биолог, самый знаменитый проповедник церкви атеизма. Очень уверенно говорит интервьюеру Джо Рогану, чтобы тот ни к чему не готовился, ибо всех наивно верующих ждет большой облом. Карл Густав Юнг, Ричард Докинс. Кто же из них прав? Ждет ли нас что-то после смерти, или это самообман и иллюзия, вызванные естественным биологическим страхом перед приближающимся фактом несуществования? Сегодня мы рассмотрим вопрос жизни после смерти. Я приведу несколько максимально уникальных научных фактов, теорий и свидетельств великих ученых, для того, чтобы понять и разобраться, существуем ли мы после того, как наше тело умирает. Вы вновь на канале Нулевой Пациент. Прежде чем отправиться в интригующее путешествие вслед за тайной и долгожданными ответами, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь этим видео. Заранее спасибо. Пару недель назад один из моих подписчиков, молодой человек 24 лет, попросил в комментариях под одним из роликов сделать выпуск Нулевого Пациента, посвященный такому понятию, как смерть. Он настаивал на том, чтобы я высказал свое личное мнение по вопросу существования сознания после физической смерти и как там обстоят дела на самом деле. В заключении я обязательно поделюсь личными выводами и мыслями по этому поводу. А пока лишь факты, теории и мнения великих ученых. Наука дает следующее определение смерти. Смерть – прекращение, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. Изучением смерти занимается наука тонатология. Ученые, работающие в данной области, утверждают, что все то, о чем заявляют люди, пережившие клиническую смерть, свет в конце тоннеля, умерших родных, белые облака и райские кущи, все эти люди ошибаются в своем предположении, что это новая иная жизнь, которая для них началась. После остановки дыхания, как утверждается наукой, клетки мозга невозможно спасти через 15 минут. То есть, до этого момента, несмотря на отсутствие дыхания, человека мертвым полностью считать нельзя. Остаточная биоэлектрическая активность в человеческом мозге продолжается. Самое мощное галлюциногенное вещество в природе – диметилтрептамин вырабатывается организмом во время смерти в огромном количестве. Вот вам и источник видений. А постольку, поскольку образы того, как может выглядеть жизнь после смерти, навязываются тысячелетиями, у всех предсмертные галлюцинации одинаковые. Каждый раз, когда я разбираю научные доводы, рассматривая какой-то вопрос, они мне кажутся очень убедительными и логичными. Но неужели все те сотни, десятки тысяч людей, а также великие ученые, утверждающие, что там за гранью физического что-то есть, ошибаются или врут? Вы знаете, что раньше света в конце тоннеля не было. Умирающий человек, если его реанимировали, рассказывал, что просто оказывался на небесах или в аду. Которые были, конечно же, у каждого свои, в зависимости от религии. Психолог и врач Реймонд Моуди в 1976 году написал книгу, называющуюся «Жизнь после жизни». В ней Реймонд Моуди привел свидетельства людей, переживших клиническую смерть. И эти свидетельства оказались, на удивление, похожими друг на друга. Туннель, яркий свет, не причиняющий боли глазам, легкость и понимание, что сейчас повстречаешь тех, кого любил, кто умер раньше тебя. Книга стала всемирным бестселлером. И количество людей, видевших в состоянии клинической смерти именно такие образы, увеличилось в разы. Кинематограф, книги, в конце концов, лжецы, зарабатывшие на этом деньги, лишь помогли укоренить данный образ. Выходит, Докинс был прав. И это все выдумки. Нас ничего не ждет. Ставя высказывания Ричарда Докинса в один ряд с высказываниями Карла Густава Юнга, я делаю первому очень большое одолжение. Ставя их двоих в один ряд с Владимиром Бехтеревым, я делаю одолжение им обоим. Психиатр, невропатолог, физиолог, основоположник рефлексологии утверждал, что смерти не существует. Смерти сознания. А он очень много времени посвятил именно исследованию сознания, в частности, таким вещам, как гипноз и внушение. Он, как Юнг, ходил по самой тонкой грани между наукой и тем, что сейчас называют лженаукой. Он вообще говорил много чуши. Например, о том, что врач должен относиться к пациенту как к родственнику, любить, желать спасти во что бы то ни стало, или не идти в медицину вообще. Любой современный врач скажет, что это полный бред. Роберт Ланца – знаменитый доктор, ученый, профессор в Институте регенеративной медицины. Еще один академический безумец, утверждающий, что смерти сознания нет. Он говорит, что сознание, твое «я», это прежде всего информация. И после смерти она покидает тело через микрокапилляры и каналы в мозге человека. Именно поэтому все и видят этот некий тоннель и свет в конце. Эти капилляры и есть тоннель. Послушаем еще одного больного на голову и все. И мне врачи говорят, давай, там, дыши, дыши. Я думаю, а зачем же мне дышать? Я же уже умерла. Нет, они стали мне делать вот это искусственное дыхание. А я думаю, я туда никогда, я никогда туда не вернусь. Нет, ни за какие деньги, ни за что я не хочу туда возвращаться. И к тому же мне так легко и свободно. Ну, потом они же, конечно, мне одели вот сюда эти штучки. Вот, это было долго, тусовка минуты четыре была. Это был потрясающий опыт. Это был опыт, который изменил мою жизнь. Но это опыт был, который мое физическое тело изменил тоже. Потому что, когда меня насильственно путем удара электрических штук туда вернули, и вот первая моя мысль, я никогда не забуду, я возвращаюсь в физическое тело. И первая мысль, ну вот, тюрьма. Обратно. Было очень больно. Интересное и очень искреннее свидетельство великой актрисы. Больше всего интригует фраза «тяжелое тело и тюрьма». Очень многие люди, кто побывал за гранью жизни, утверждают, что момент выхода из тела сопровождался ощущением легкости, счастья, как будто скинул себя что-то тяжелое. Все это лишь маленькое количество мнений и теорий великих людей, которые не только изучали смерть на научном уровне, но и пережили это на себе. Неужели это все самообман? А если нет? Вдруг все эти мудрые и умные люди не идиоты, а идиоты или, скажем так, заблуждающиеся те, кто считает иначе. Давайте еще секундочку послушаем великого скептика и знатока всего на свете. Нет. Вы пробовали, психоделики? Нет? Вам это не интересно? Мне предлагалось оставить компанию во время трипа моя хорошая подруга. Но пока что мне не хватило с духом попробовать. Бояться принять ДМТ, главное вещество, вырабатываемое во время околосмертного опыта, и вякать что-то об этом? Ясно, Ричард. Ты дилетант в этом вопросе, и все твои утверждения не наука, а эмоции. Ну что ж, пришел момент тотальной бомбардировки. Следуйте за логикой. Дело в том, что вся энергия и материя, которые существуют во Вселенной, возникли во время Большого Взрыва и продолжают существовать по сей день. Ничего нового не появляется и не исчезает. Энергия и материя лишь постоянно трансформируются из одной формы в другую. Все. И это не мое мнение, а самое что ни на есть мейнстримовой науке. Если ваше сознание это энергия, если ваше сознание это объем информационных или эмоциональных данных, оно просто не может исчезнуть по законам физики. Перестроиться, преобразоваться, да, но не исчезнуть. Вся информация, передающаяся по проводам, вся информация, скользящая по нейронным путям, это энергия. И просто раствориться она не может. Кто считает иначе, безграмотен. Но мы же запускали спутники. На облаках никого нет. Там дальше холод и звезды. Какие тоннели, какое царство небесное. Абсурд. Если там что-то есть, покажите это, докажите. Это хочется попробовать и увидеть, почему ни один прибор не может зафиксировать, измерить то, о чем говорят миллионы. Мы не доверяем друг другу, потому что отлично знаем, как мы можем врать, захлебываясь, рыдая, желая быть частью чего-то большого и похищения инопланетянами, и попадания в рай. В желании быть частью какой-то социальной группы люди совершают невероятное, обманывая и себя, и окружающих. Однако, я верю Бехтереву, Юнгу, Андрейченко, Роберту Ланца, и Докинзу, кстати, тоже верю. Может ли быть так, что они все правы? И христиане, видящие рай в облаках, мусульмане, тискающие девственность, люди, видящие тоннель, и атеисты, оказывающиеся в абсолютном покое и пустоте. Внимание! Могут! Самый знаменитый эксперимент в квантовой физике – это эксперимент на двух щелях, или щелевой интерферометр Юнга. Не тот Юнг, другой. Этот эксперимент доказал волновую природу света. Но он показал и еще кое-что интересное. При пропуске электронов через эти же две щели они вели себя тоже как волны. Не как материя, а как волны. Хотя электрон – это частица. Пытаясь выяснить, как это происходит, ученые установили измерительный прибор, и повторив процедуру, электрон ввел себя уже как частица, а не как волна. Как только наблюдение прекращалось, электрон снова был волной. Помните вопрос, сознание определяет бытие, или бытие определяет сознание? Данный эксперимент на субатомном уровне показывает, что наблюдатель преобразует волны в материю. Существует ли реальность, энергия, материя – все, что только можно представить без наблюдателя, то есть сознания? Нет. Не существует. Реальность – тождественно сознанию. Небольшой, но очень важный и интересный пример. Осознанные сновидения. Человек вследствие тренировок оказывается в состоянии сонного паралича, заказывает сон, представляет образы и, оказавшись там, получает именно то, что хотел. То есть его сознание само создает мир вокруг. Из чего? Быть может, из энергии, из которой состоит все? Так каждый из нас после смерти создает свой рай и ад. Тот, кто ни во что не верит, получает свое представление о ничто. Так уж вышло, что человек не может представить две категории. Абсолютное ничто и бесконечность. Темнота, вакуум, покой – это не ничто. Это уже очень-очень много всего. Вот это представление он и получает. Какая мудрая ирония – получить ничто, вместо того, чтобы соткать собственную прекрасную вселенную. Безусловно, у этой системы есть свои правила. Ведь ты не один наблюдатель, и как ты наблюдаешь за всем, так все может наблюдать и за тобой. А если твое сознание – это информация и энергия, то она может быть воспринята так, как того пожелает столкнувшийся с тобой наблюдатель. Поэтому у японцев японские привидения, у англичан – английские. У христиан свой рай, у иудеев свой. Поэтому люди, пережившие околосмертный опыт, видят своих родственников. Или молодыми, или, напротив, бабушками или дедушками. Как должно быть ужасен рай, когда ты в нем старик, или не научившийся говорить и понимать, что происходит младенец. Возраст, пол, рост, вес, внешность – это все категории биологии, а не метафизики. В мире субатомных частиц, ткущих полотно реальности, всего этого нет. Есть только энергия и частицы. И первое, и второе – мы краим, как пожелает наш разум, вне физического тела. Именно поэтому и родных, и райские места люди видят такими, какими хотят видеть. Так что возрадуйтесь. Вы будете утешены вашими богами и ангелами, и они будут выглядеть так, как вы их представляли. Тех, кто ничего не ждет, тоже поздравляю. Вы получите ваше представление о ничто. И это здорово и очень правильно. В человеке сражаются два волка, белый и черный, побеждая тот, кого кормишь ты. Это изречение я понимаю, как то, что мы с вами в течение всей жизни кормим своих демонов или ангелов. И когда человек покидает этот мир, они первым делом нас и встречают. Мне очень нравится такое положение дела. Мне нравится, что если ты монстр, когда ты умираешь, тебя встречают первым делом твои же монстры, и ты платишь за содеянное. Такая система универсальна и справедлива. Как говорится, по вере вашей будет вам. Молодой человек, который попросил сделать этот ролик, написал следующее. Просто этот вопрос меня очень сильно гложет. Одна мысль о том, что смерть понесет за собой, пугающая для меня. Я не умереть боюсь, а то, что будет после. Пустота бессознательная, перерождение, вечные скидания по просторам Вселенной в виде энергии. Прямой вопрос, прямой ответ. Мое мнение заключается в следующем. Наш рай и ад, все, что мы увидим после смерти, мы формируем нашим сознанием, страхами и надеждами. Как при жизни, так и после нее. Так что озаботьтесь уже сейчас о том, что живет внутри вас. Какие там мысли и какие желания. Вместо вас никто ваш рай и ад делать не будет, молодой человек. У всех кучу дел. По большому счету, многое из того, что я рассказал выше, и есть мое мнение о том, что нас ждет дальше. Теория или утверждение о том, что дальше ничего нет, я считаю антинаучной. Потому что с понятием «ничто» у науки огромные проблемы. По этому поводу даже дебаты проводятся якобы умными людьми и учеными. Дебаты очень слабые, дилетантские, не аргументированные. Мне очень жаль, что я не могу рассказать обо всем, что знаю. Массив информации очень большой и нужно много часов, чтобы обо всем поведать. И я буду рассказывать. Вы, главное, не забывайте в комментариях писать, о чем именно нужно рассказать. Что вас мучает. На многие вопросы, даже самые сложные, поверьте, есть ответы. В заключении я расскажу вам самое интересное. Карл Густав Юнг сказал в своем интервью, что он не верит, а знает, что есть метафизический мир и жизнь после смерти. Я тоже не верю, а знаю. И вот почему. Дело в том, что Реймонд Моуди, помимо мирового бестселлера «Жизнь после жизни», написал еще одну книгу «Жизнь до жизни». В ней он приводит свидетельства пациентов, которые были введены в так называемый глубокий регрессивный гипноз, который позволял испытуемым вспомнить прошлую жизнь. Можно в это не верить. Однако я лично был свидетелем этому. Очень близкий мне человек был в таком гипнозе. И это пугает. Пугает, потому что не было лжи. То, что я узнал, то, что я услышал, поставило все на свои места, и я получил ответы на все вопросы. Мой мир изменился навсегда. О да, мать его. Карма и жизнь после смерти существуют. Нет сомнений. Быть может, когда-нибудь я расскажу об этой истории. И вы, быть может, посидеете. Потому что все оказалось совсем не таким, каким кажется. Когда в сообществе на своем канале я сделал пост о том, что готовлю выпуск по теме смерти, поступили новые вопросы. Например, о смысле жизни, в чем он. Был вопрос о том, где девушка спрашивала, где находится в человеке душа, и как она отделяется от тела. Чудесный был совершенно вопрос о том, зачем вселенной создавать сознание в принципе. По каждому из них нужно снимать отдельное видео. И лишь от вас зависит, какое из них будет первое. Пишите об этом. Ставьте лайки к комментариям. Ставьте лайки под видео. И подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Еще раз хочу попросить прощения за то, что так долго не было видео. Они будут теперь выходить значительно чаще. Я обещаю. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Надеюсь, такие и есть. С вами был Крыжановский Петр. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok